Давно надо было перестать измерять российско-турецкие, тем более российско-азербайджанские отношения армянским аршинам. В последнее время российским политологам армянского происхождения и находящимся у них на подачках нечистоплотным политтехнологам, не дают покоя сложившиеся добрососедские взаимовыгодные отношения между Россией и Турцией, а тем более поступательное развитие российско-азербайджанских отношений. Именно поэтому, идет попытка в российских СМИ открыто или завуалированно дискредитировать положительные процессы, различного рода инсинуациями, антитурецкими, антиазербайджанскими выпадами. Такого мнения придерживается азербайджанский ученый, профессор Кемран Рустамов. Что можно ожидать, если главным девизом одного российско-армянского сайта Yerkramas являются слова гитлеровского прихвостня, которому воздвигнут памятник в Ереване, где написано следующее, «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком». Об этом фашистском изречении против многочисленных тюркских народов России писали во все соответствующие инстанции Российской Федерации, но девиз продолжает красоваться и призывать к насилию, подчеркивает ученый. На секунду представьте себе, что вдруг в России появится сайт с девизом на первой странице, «Каждый день человека тюркского происхождения должен быть заполнен борьбой с армянином». Такого представить просто невозможно, потому что тюркские народы, генетически далеки от фашистствующей заразы. Поэтому этого и нет. Отметим, что 159-й Папа Римский Урбан II, известный как «Инициатор крестового похода», в 1095 году выступил с проповедью, в которой он призвал вырвать силы и святую землю из рук турок. Именно он дал толчок крестовым походам. Урбан, в отличие от своего последователя, более откровенен, земля та течет молоком и медом, кто здесь горестен, там станет богат. Не будет же Буш говорить, что земля там пропитана нефтью и газом. А то, что идем туда дарить свободу, звучит респектабельно. Задача поставлена, цель определена. А теперь вспомним призыв к крестовому походу против славян, который обещает двойную награду, духовную и светскую. Элемент материального вознаграждения выступает со всей отчетливостью, если крестоносцы пожелают, они могут завоевать самую лучшую страну для поселения. Хотя они скверны, и их земля богата одарена мясом, медом и мукой. Таким образом, острие крестового похода было направлено против Турции, олицетворяющей исламский мир после развала арабского халифата, а также против русских, олицетворяющих славянский мир, сказал Рустамов. Результаты крестовых походов известны, крестоносцы потерпели поражение в обоих направлениях. Внедренная Западом в политику Петра I антитурецкая направленность, привела почти к многовековым войнам между Россией и Турцией, которые стали очень ущербными и контрпродуктивными для обеих стран. Тогда как можно было бы, разработать совместную политику для реализации взаимных интересов? Однажды Турция и Россия объединились, в результате Соединенный русский и турецкий флот, под командованием Ушакова, нанес поражение Наполеоновскому флоту. Это был негативный пример для Запада. На Западе была разработана политика по разведению России и Турции по разные стороны баррикады, инициированию войн между этими странами. После инцидента со сбитым российским самолетом, западная пресса, подогреваемая армянскими деструктивными силами, с ярым неистовством пыталась вергнуть обе страны в противостояние. Российские политологи армянского происхождения на всех каналах, бились в истерике, призывая к решительным действиям. Осмысление пришло после второй устроенной западными спецслужбами провокации, убийства посла России в Турции. Россия взяла курс на сближение с Турцией, отметил Рустамов. Однако были перегибы в идеологии, в период так называемого развитого социализма, теория, старший среди равных, катастрофические ошибки в экономике и многое другое позволили Западу провести оранжевую революцию. Советский Союз распался. Сегодня российско-турецкие отношения, являются образцом правильного выстраивания глобальной политики, с учетом складывающейся в мире архитектуры международных отношений. Россия и Азербайджан сегодня вместе. Вместе решают не только региональные, но и большие проблемы в международных отношениях. Ну а наверное, чтобы двигаться и дальше вперед по пути развития и процветания, будет правильным, если Карабахский конфликт в ближайшее время найдет свое справедливое решение, и Армения уберет свои войска с азербайджанской земли.